Всем привет! Сегодня еще один способ оптимизации. Даже не то, что способ оптимизации, а указать на кое-что. Смотрите, я думаю, вы знакомы с вот таким вот ключевым словом Volatile. Вот так говорит компилятору не использовать эти переменные в оптимизации. Просто брать и не использовать. Ну, обычно это делается тогда, когда у нас доступ к переменным может осуществляться с разных потоков. И если компилятор оптимизирует использование этих переменных, то, короче, все может работать не так, как надо. Но это один из популярных способов. Где-то еще Volatile применяется. Ну, в основном там, где доступ к этой переменной происходит из других потоков. В основном где-то вот так вот. Либо там передаются адреса. Короче, Volatile говорит не оптимизировать. Теперь смотрите. Ну, такое может произойти. Такое может произойти, когда у вас вот так вот в цикле вы складываете, к примеру, две перемены. Или умножаете. Значение их здесь не задается, например. Ну, откуда-то эти значения берутся. Вот, ну, давайте я там проинициализировать не буду. Или давайте, или не, не буду. Вот, короче, смотрите. Нормальный компилятор сделает такую оптимизацию. То есть он посмотрит x плюс y. Посмотрит, что в этом цикле не вызываются никакие функции. Если этот x, y не изменяется, то он, конечно же, вычислит это значение перед циклом. И сюда поставит результат. Вот и все. Но, в случае с Volatile, он делать этого не будет. И он оставит все так, как есть. То есть в цикле каждый раз будет производиться вычисление суммы этих значений. Ну, либо суммы, либо там умножение, либо еще чего-то. То есть вся идея вот этой, не оптимизации, а идея вот этого видео в том, чтобы обратить ваше внимание. Если у вас есть Volatile, то оптимизатор не будет оптимизировать. Поэтому обратите внимание на свой код. Возможно, ну, возможно, у вас не такие простые и очевидные вещи. Возможно, немного есть неочевидные вещи. Но, посмотрю, к примеру, такое. Вы такие, е-мое, точно, у меня же есть Volatile. И там я полагался на оптимизатор. А оптимизатор, зараза, не прооптимизировал. Вот. Короче, надеюсь, идею поняли. И теперь давайте-ка сравним результаты на трех разных компиляторах. Так, флаги оптимизации какие? О0. Вот так вот. Я сейчас сравню О0 и О2. Все, О1 не буду трогать. Так, давайте силенг посмотрим. Что у нас силенг? Note Optimize и Optimize. Смотрите-ка. Неоптимизированная версия, оптимизированная. Результат налицо. GCC болеет за GCC. GCC в этом случае показывает одинаковый результат. Интересно, давайте еще раз запущу. Понятно. Ну, давайте. Intel компилятор. Что такое? Вот у Intel иногда какие-то такие непонятные скачки происходят. Давайте еще раз. Ну, короче, Intel показывает практически тот же результат, что и GCC. В некоторых местах Intel очень похож с GCC по результатам. Что, как для меня, немного странно. Я думал, Intel это круто для Intel процессоров. Возможно, нужно устанавливать правильные флаги. Короче, вот. Ничего. По 18 тысяч. Так, где тут GCC? GCC был. Тут тоже по 18 тысяч. Хм. Вот так вот. Вот так вот. А у C-Lang? У C-Lang 14 тысяч с оптимизацией. Ладно. Ладно. Давайте уже O1 поставим. Сравним. По-быстренько. По-быстренькому. По-быстренькому. Надо пересобрать. И O2. То есть сейчас по-быстренькому. Быстренько. Давай быстренько-быстренько собирайся. BIM Compare. Давайте C-Lang. Ну-ка. Ого. Было 17 тысяч, а уже он по 4 тысячи. Ого. Смотрите, разница. Нормалек. GCC. Болеем за GCC. Но, блин, за него болеть. Смотрите-ка. В оптимизированной версии GCC выполнение даже дольше. Очень интересно. Ну и давайте Intel-овский посмотрим. Может. Ого. У Intel-овского компилятора вот эта оптимизированная версия работает в два раза быстрее. Даже больше. У GCC медленнее. И у C-Lang быстрее. Оптимизации. Вот так вот. И это на одной архитектуре, прошу вас заметить. А есть еще IBM-овский, как минимум, компилятор. Есть еще какой-то компилятор. Ну, под Linux. Так что вы видите, что перед тем, как оптимизировать, нужно четко себе обосновать, а нужна ли оптимизация. Везде ли она сработает. Конечно же, круто пересобирать какой-то программный продукт для каждой конкретной платформы. Вот. То есть для одной платформы это один компилятор, одни флаги. Для другой платформы это другой компилятор, другие флаги. Но это все затратно по деньгам, конечно же. Но зато по скорости максимально может быть оптимизировано. Смотрим C-Lang. C-Lang на уровне O2 дает хороший прирост в производительности. Наша оптимизация. Смотрим GCC. Ну-ка, GCC не подведи. Для GCC такое себе. Такое себе. Да, конечно же, было бы нас очень много. Можно было бы вот это разбирать на уровне ассемблера. Можно было бы. Ладно. Но для GCC тоже уровень O2 дал прирост. И давайте Intel. Ну, Intel походу будет похож на GCC. А, нет. Сейчас надо перезапустить. Ух ты, блин. Смотрите. Удивил. Intel компилятор удивил. Ёлка. А что? Смотрите. Какой-то интересный разброс. А, возможно. Возможно, оно кеширует. Дело в том, что Intel кеширует, наверное, какие-то результаты для себя. Короче, смотрите. Результат тоже довольно-таки неплохой. Почти в 5 раз. Ну, и даже в 5 раз. То есть, для Intel это очень неплохая оптимизация. И для C-Lang. Для C-Lang. Где наш C-Lang был? Не понял. Не понял. Не понял. Вот. 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 Вот был C-Lang. Вот. В этом случае у нас результат Intel схож с результатом C-Lang. А вот GCC совсем не продавал. Но, в любом случае, оптимизация есть. И вы убедились это на трех разных компиляторах и с разными флагами. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok